Всех приветствую, мои родные, любимые, сердцем, дорогие христолюбчики, братцы и сестры во Христе и все люди на Земле. Всем желаю всего самого доброго и светлого во все сферы вашей жизни, чтобы все у вас было хорошо. Мы с вами продолжаем цикл видеозаписей моих монологов лекции о йоге во Христе или йоге глазами христианина. Все началось с комментария, вопросы Елены ко мне, как ты относишься, как я отношусь к практике йоги и могут ли христиане, по моему мнению, заниматься восточным искусством. На эти вопросы мы отвечаем на протяжении всей серии видеозаписей. Мы с вами находимся на второй ступени, на второй степени и у нас с вами предпоследняя практика, добродетель этой ступени. По двум путям, вы помните, из пяти шагов состоящие по этой ступенечке мы идем еще и шагаем или из десяти, то есть такая и там и там получается пятый шажок, что по первому варианту, что по второму, они оба пятые получились. И что же это за ступени, шажки, как они называются? Ишвара пранитхана, то есть принятие Ишвары Бога в качестве своей цели, единственного идеала в жизни. И по второму пути Ишвара пуджана, называется почти одинаково, поклонение Богу. На Википедии больше никаких статей нету, поэтому мы с вами переходим к сайту Традиция Надхов. Я думаю, что вы обратили внимание, вы у меня очень смекалисты и сообразительны, что все эти оба названия Ишвара пранитхана и Ишвара пуджана начинаются со слов Ишвара, потом Дефис, то есть это двусоставное слово. Ну, чтобы его понять, не зря мы с вами прочитали такие определения по Википедии, как служение, поклонение Богу, служение Богу, принятие Ишвары в качестве своей цели, единственного идеала в жизни. Что же такое Ишвара? Ну, Ишвара есть санскритского высшее существо, то есть Бог. В индуизме одно из имен Шивы, то есть как-то, скажем, собственное имя, да. Ишвара пранитхана, ну вот, я хоть и говорил такие, в принципе, на Википедии мы этих слов не читали, как служение. Мы читаем как поклонение или принятие Бога в качестве своей цели, единственного идеала в жизни. Ну, и вот на сайте «Традиция надхов» мы с вами читаем, что Ишвара пранитхана – это что такое? Это служение Богу. Ну, а вот уже Ишвара Пуджана, как вы видите, более подробно все расписано. Давайте и почитаем, что есть на этом сайте. Ступень не ямы, да, вторая ступень, степень, ступенечка, обозначающая поклонение божеству, ну, у нас в частности это шах, с преданностью, то есть поклонение божеству, служение, поклонение божеству, с преданностью, восхищением, почтением и любовью, выполняемая в конкретных формах, которые указаны в священных писаниях. Ой, как мне это напоминает псевдохристианство, да, у них же первая заповедь – любви к Богу, и что только они не понапридумали, и поненачитали в священных, и поненаписали в священных преданиях своих сект, да, как надо поклоняться и любить Бога, и служить Ему с почтением и восхищением. Это понятие включает в себя непрерывное размышление об Ишваре или Высшем Духе, как о неизменной самости и абсолютном властителе существующего миропорядка и сокровеннейшей душе каждого человека и иного творения, а также постоянное положение. Памятование о нем, осуществляемое с преданностью и любовью. Следует укреплять веру в то, что мир божественен, и каждое действие направляется божественной волей. Надлежит ясно ощущать величественное присутствие божества внутри сердца – Царство Божие внутри вас есть, а Царство без Царя не бывает – и во всех проявлениях космической системы, и развивать дух без остаточной самоотдачи Богу. Поклоняющийся должен предложить Богу свое «я» и все мое, и думать о себе и личном имуществе, как о том, что принадлежит Всевышнему Господу. Ишвара не обладает особым именем или особой формой, а в силу вечной неисповедимой шакти, то есть силе, мощи, проявляется в бесчисленных именах и формах. Поклонение ему возможно с помощью любого избранного имени и формы, которая способна вдохновить сердце, поклоняющегося ощущениям трансцендентного, то есть запредельного, всепроникающего духовного присутствия Божества и пробудить во всем его существе искреннее восхищение, благоговение, любовь и самопожертвование. Людям известны многие великие имена, которые пробуждают Божественное сознание в сердцах преданных, принадлежащих к разным слоям общества и говорящих на разных языках. Нередко особые формы или образы ассоциируются с определенными именами Божеств. В школе Гарахнатха почитают всех их, признавая за Ишвару или Высший Дух любые имена и формы. Гарахнатха и его просветленные последователи не одобряют какие бы то ни было ограничения, ханжество или фанатизм, которые, по их мнению, становятся камнем преткновения на пути духовного прогресса. Ну, то есть надо быть либеральным со всеми, да? Совершая поклонение всем священным именам и формам, признанным как Божественные различными религиозными обществами и усматривая Ишвару в каждом из них, учителя Надха, Сампра, Дайи, придают огромное значение имени и форме Шивы. Как уже упоминалось ранее, Шивы есть особый Иштадевата, то есть избранное божество, желаемое благоприятным, благотворным. Иштадева – божество, которое ведет ученика к освобождению от перерождения в материальном мире. Или избранный бог – это Сампра-Дайи, поскольку его имя многие тысячелетия ассоциировалось с высшим духовным идеалом, достигаемым посредством йога-сатханы. Имя Шивы пробуждает осознание Ишвары или бога, воспринимаемого как Маха-Йога-Швара, Маха-Гуру – верховная личность, в которой йога, джняна, тияга и према – вечные и совершенные. Вечный гуру для всех ищущих истину. Вот почему йоги под Ишвара-Пуджаной понимают в первую очередь поклонение Шиве. Ну что мы с вами, какой сделаем вывод из прочитанного? Во-первых, вот автор пишет о поклонении, служении Богу. В концовке говорит, что да, сами йоги в принципе поклоняются непосредственно Шиве. Да, и Шива – это опять вроде бы какая-то конкретная личность, но вроде какое-то имя одного и того же Бога, но вроде как самое высокое. В идеале у многих наверняка это становится таким же кумиром, знаете, как у псевдо-христиан, православных католиков, те же самые святые. И иконы становятся отдельной святостью. Да, вот здесь то же самое. И Шива становится отдельной святостью. Что мне хочется сказать вот по поводу прочитанного? Мы хоть прочитали, не стал комментировать все эти отдельные нюансы, я скажу общими словами, как христианин, не зря серия моих видео называется «Йога во Христе» или «Йога глазами христианина». Вы знаете, читая Евангелие, жизнь и учение Иисуса Христа, я всегда удивлялся псевдо-христианам, которые любят вот этот вот фетиш и проповедь любви к Богу. Я всегда, кто знает мои записи, смотрел их давно, у меня неоднократно такие даже ролики были с такими названиями «Заповедь одна о любви к Божьему творению». Сам Иисус нигде, в том же самых Евангелиях, которые те же самые псевдо-христианские секты передают из поколения в поколение, пусть там где-то что-то извращая, перетолково переводя, но само Евангелие, которое дошло до нас, до людей 21 века, о жизни и учении Бога, пришедшего во плоти, я всегда даже в них показываю, что посмотрите, ведь Иисус никогда, никому, вслух не сказал, что Он любит Бога. И любите Бога, как я люблю Его я. И нигде Иисус не давал этой ни заповеди теоретически, ни потом, как Он делал во всех остальных случаях, не проявлял это как-то практически. Иисус не говорил, что вот первая заповедь – любовь к Богу, и вот так-то, так-то ее надо проявлять. Всем обращаю внимание на известные слова Иисуса, якобы, да, им произнесенные о любви к Богу, но вообще-то Иисус, законники, книжники, фарисеи, то есть люди иудейской секты, спрашивали, какая заповедь в законе, данная Моисеем. Моисей не Бог. Моисей – это такой же основатель иудейского культа, на современный язык, переводя очень похожий на исламский шариат. Моисей был также далек от Бога, как земля от неба. И весь его этот шариатский исламский культ, он не знал истины. И когда Иисус цитировал Моисея, он не давал им заповедь любить Бога. Они спросили, какая первая и наибольшая заповедь, он им сказал в законе, он им говорит по закону, да, Моисей, люби Бога, всем сердцем, всем помышлением, всем крепостью, всей душой твоей. Вторая подобная ей, подобная, значит, равная. Подобная, равная, и то это мы сейчас читаем в этих синодальных переводах русских, новых русских переводах, что имел в виду Иисус, говоря там на древнееврейском, да, для нас уже, арамейском, как его называют. Но кто духом понимает, то Иисус сказал, это одно и то же. Любить Бога и любить Его творение, это одно и то же. Потому что тот, кто любит кого-то, любит все, что с ним связано. Иисус говорит, что это единственный заповедь, что если вы хотите любить Бога, вы любите все Его творение, тогда вы Его любите. Их невозможно разделить, это одно целое. Естественно, последователи иудаизма современные, православие, кальцизм, протестантизм, они опять все это разделили, точно так же, как делил Моисей. Там первая, последняя, первая, вторая. Иисус их не разделял, Иисус их, наоборот, целил. Это при этом вопросе. А сам от себя, он вообще никогда. Почему у него на горной проповедь не начинается? Вот скажите мне, пожалуйста, если любовь к Богу – это такая первая и наивысшая заповедь, почему Иисус не начинает свою на горную проповедь ни на одной из Евангелий, ни одна из его речений не начинается о любви к Богу? Скажите мне, пожалуйста, почему во всех Евангелиях, как под копирку, мы видим, хотя это разные авторы описывали одни и те же события, что проповедь Иисус начинал со слов «покаяние». А покаяние – это изменение своей негодной грешной жизни, злой, в добрую, святую и праведную. Почему заканчивая такую великую, всем известную на горную проповедь, раз уж она с этого не начиналась, да, началась с нищеты духа, нигде, ни посередине, ни на десяти процентах, ни на двадцати ее процентах пути, ни даже заканчивая ее, Иисус ни разу не упомянул заповедь о любви к Богу. Вот объясните мне, дураку, христианину с десятилетним стажем, почему, когда я читаю Евангелие Иисуса Христа, когда он не отвечает на вопрос иудеев, фарисеев, книжников и всех тех беззаконников, которые написаны, просто подкапывались под него и задали им очередной такой вопрос, думая просто подкопаться, знает ли он вообще закон, да, и как он его интерпретирует. Иисус действительно интерпретировал так, что их заповедь о любви к Богу, он просто-напросто, как всегда, заменил настоящей заповедью о любви к Его творению, сделав их равными, абсолютно подобными, что если ты любишь Божье творение, ты и любишь Бога. И невозможно никак иначе любить невидимого Бога, о чем потом скажет действительно настоящий ученик Иисуса Христа, Его последователь, апостол любви, что в том-то и есть любовь к Богу, в своем первом послании он скажет, чтобы мы исполняли заповеди Его. И почему-то, если мы уберем и абстрагируемся от этого вопроса книжников, фарисеев и законников, мы увидим, что Иисус никогда, ни разу в свободной своей проповеди, хоть и к иудеям, но более-менее свободной их умом и сердцем от религиозных бредней, хотя являясь и евреями, и иудеями, некоторые из них, да, никогда он не учил о любви к Богу. Если это такая великая заповедь, он не учил никаким внешним культовым делам проявления своей любви к Богу. Нигде, ни разу Иисус сам этого не делал и этому не учил. Но почему-то о любви к людям Иисус говорил постоянно. Все его проповеди, все его дела, вся его жизнь, его учения, то есть Евангелие, мы видим направлено на любви к Божьему, к своему творению. Вот это мы видим. Мы ни разу не видим никакого его внешнего поклонения. Более того, если уж о чем мы говорим, о каком-то поклонении невидимому духу, то Иисус уж всем известная фраза, когда он беседовал с Самарянкой, сказал, что истинный Отец ищет настоящих себе истинных поклонников, которые будут ему поклоняться в духе и истине. А что это такое? Что есть дух? Что есть истина? Это есть дух святой, есть Бог. Бог есть любовь, радость, мир, кротость, смирение, долготерпение. Вот какие, если ты в духе поклоняешься, плоды должны быть твоей жизни, плоды этого духа в тебе пребывающего. Это любовь к Божьему творению, добро. Это радость жизни, это мир души, это кротость, а не гордость, это кротость, а не не тщеславие, это скромность, это смирение, а не гордость, это терпение всех испытаний, Испытаний, искушений Богом, попускаемых для твоего возрастания. Хоть все время обращаюсь к христианам, вы вообще Евангелие читали, и как вы его читаете? Вы что, не видите, кто задавал вопрос, по какому вопросу, как Иисус ответил? Всю жизнь Иисуса и его учения проанализируйте. И вот когда я слышу о этом богослужении, вот они там богослужением занимаются, и в чем состоит их небосслужение? Вот как мы с вами в предыдущем ролике смотрели, бормотание и мантр, по-другому их не назовешь, в том же самом псевдо-христианстве, сжиганием тонн свечек, тыканием лбом в стены и пол, крестными, подкрестными, посулами, противо-салуни, ходами. Чем они служат Богу? Это они называют богослужением. Мы где-нибудь видим, чтобы Иисус это делал, чтобы это мучил? Нигде, никогда. Вот по поводу того, что мы сегодня тоже прочитали. Вы знаете, конечно же, в этих, как я и сыграл, хоть мы стараемся глубоко, так скажем, копнуть, но это уже вследствие моих, так скажем, размышлений, разглагольствований этих и определений всего. А читаем мы достаточно немного, конечно же, и плюс мы не изучаем всю практику, всех направлений этих йогов, в частности конкретных учителей. Но я думаю, что слышу то, что я читал, и можете сами обратиться еще раз все это перечитывать, то, конечно же, знаете, люди все одинаковые. Буддизм, йогизм, индуизм, все одно и то же. Там точно такие же есть люди культовые, они не зря понастроили всех этих капищ, точно так же и буддизм, и индуизм, и ведьм, точно так же они поклоняются тысячам этим божествам. У них такие же статуэтки, такие же обряды, причем побольше, чем у тех же самых христиан. Там у них весь годичный круг просто забит этими праздниками, там, обрядами и традициями, всего этого там намешана такая же куча. Ну, истинные христиане, да, я к ним обращаюсь, вы в Евангелии хоть где-нибудь читали, вот, чтобы Иисус этим занимался? Вы когда вообще смотрите на жизнь учения Иисуса Христа, возникает, что вы должны заниматься какими-то внешними обрядами? Сравните это с законом Моисея, который там все по полочкам расписал, чего, куда и когда надо делать. Разве Иисус этим занимался? Ну, про учеников я воздержусь сегодня говорить, да. Они уже, конечно, дали там маху. Сам Иисус разве это делал? Разве Иисус вообще учил любить ближнего, любить Бога? И как-то поклоняться и служить Ему, кроме как в Духе истине и любовью ко всему Его творению? Где? На единственное место, на которое я вот сегодня уже сказал, на которое опираются псевдо-христиане, это на то, что Иисус ответил на вопрос книжников, законников и фарисеевых, детей закона Моисеева и детей Авраама и Моисея, да, которые сами были вот в этом во всем. Им никакого дела не было до поклонения Бога в Духе истине и святостью жизни, в любви ко всему Божьему творению, в проявлении доброты, в радости жизни. Нет. И вот эти люди спрашивали, Иисус их попытался научить через их закон, сравняв любовь к Богу, как наивысшую заповедь, со второй, наименьшей заповедь, что это одно и то же. Он сказал, подобные, равные. Причем Моисей так не говорил. Я говорю, Иисус опять интерпретировал и дал им познание истины. Иисус полностью их сравнял. Я говорю, не обращайте внимания на эти синодальные слова. И потом еще их толкуем. Подобные, но это подобие, это не одно и то же, только ничего подобного. Кто знает истину, тот понимает, что Иисус сказал, что это одно и то же. Причем, я говорю, у нас есть такие прекрасные примеры апостолов, хоть не всех, и у них тоже кто-то там лишку давал. Сегодня мы все эти моменты разбирать, естественно, не будем. Но Иоанн Богослов прекрасно сказал. Там он не раз причем в своем послании говорил, что как ты можешь говорить, я люблю Бога, а брат своего ненавидишь. И говорит, и в том ты есть любовь к Богу. Иоанн Богослов почему-то в своем первом послании ни разу не учит любить Бога. Не дает это заповеди, а и говорит, что в том ты есть любовь к Богу, чтобы мы исполняли заповеди его. И заповеди не тяжести. Но вы понимаете, это автология. Если мы подставляем туда, что Иоанн Богослов подразумевает или ссылается, что Иисус учил любить Бога, это получается автология. Кто знает этимологию этого слова? Туфта. Лого-слово. Говоришь туфту. Любовь в том ты есть любовь к Богу, чтобы мы любили Бога. Ну какая чушь. Он говорит, в том ты есть любовь к Богу, чтобы мы исполняли заповеди его. Значит, Иоанн Богослов говорит, что нету заповеди о любви к Богу. Нету. Потому что любовь к Богу есть в том, чтобы мы исполняли заповедь его. Если заповедь его, любовь к Богу, то получается, любовь к Богу в том, чтобы любить Бога. Это же бред. Любовь к Богу может проявиться только в любви ко всего его творению. Точно так же и мы друг друга. Я всегда все время все на землю возвращаю. Потому что мир видим и невидим, они абсолютно зеркальны. Мы каким образом любим Божье творение? Да, и в частности, вот человек, который обладает абсолютной божественной сущностью. Она проявляется как-то в делах. Если я говорю, что я люблю тебя и бью тут же тебя по голове, я не люблю тебя. Если я говорю, что люблю тебя и не говорю тебе похвальных ласковых слов, мужчина, женщина, женщина, мужчина, мать, ребенку, ребенке, родителям, ты не любишь меня. Или хуже, не то, что там не говоришь хороших, ты плохие говоришь слова. Если ты говоришь, что любишь меня и обманываешь меня, ты не любишь меня. Если ты говоришь, что любишь меня и бросаешь меня, ты не обманываешь меня, ты не любишь меня. Если ты говоришь, что любишь меня и оскорбляешь меня, ты не любишь меня. Любовь проявляется в делах ко мне В каких-то Ко мне и ко всему, что со мной связано Если ты что любишь И поджигаешь мой дом Ты не любишь меня Если ты любишь меня И сжигаешь мою машину Ты не любишь меня Если ты любишь меня И убиваешь мою кошку Ты не любишь меня Как же это тяжело понять Любовь в чем-то проявляется Любовь это дело Любовь сущность, природа Проявляется она в делах энергии В чем-то Проходя видимый грань между невидимым и видимым миром Вот и все Поэтому по поводу этого поклонения Богу Да, служения Богу Даже вот то, что мы тут прочитали Якобы такие возвышенные вещи Там мысли о Боге, размышления Вы знаете Конечно, это все хорошо И все кажется правильным Да, мы действительно Ну, человек, который, конечно же, любит Бога Да, мы действительно о нем думаем Мы думаем Вот в частности христиане Об Иисусе Христе И Евангелии Ты размышляешь, да Но это аминь Это истина Мы думаем о том, кого нету с нами рядом Но поэтому не надо фетишировать и экзальтировать Вообще это не заповедь, так скажем, даже Иисус Иисус не просил никого фетишировать и экзальтировать по запись По Богу Иисус потом прямо скажет Уже своим ученикам На прощальном ужине Это прощальный ужин Это завет Он говорит Если вы любите меня Он не говорит Любите меня Он не говорит Любите Бога Он себя сделал равным Богу На прощальном ужине Своими учениками Еще раз об этом говорил Прямо Что видевший меня Он говорит Фами Видит отца Он говорит Если вы любите меня Он не говорит Любите меня Он не просит Он говорит Если Это так Это условие Исполните слово мое Исполняйте заповеди Не любящий меня Не исполняет Слов моих Но все эти Это все тождества Их можно местами менять То есть не исполняющий Не любит Тут как угодно Исполняющий Любит Любящий Исполняет От этого От перестановки Это просто равенство. А равно Б, и Б равно А. Все, и как ты их не крути, оно равенство. И заканчивает Иисус прощальный ужин, и они после этого встают. Потому все узнают. Один раз он употребляет этот оборот речи. Вот действительно в таком, в заповедальном смысле, то он его как факт констатирует. Потому все узнают, что я люблю Отца. Потому что исполняю Его Слово. Этот Иоанн, который писал, что любовь к Богу в исполнении, его заповеди, присутствовал на этом. Ну, естественно, он и все годы ходил. Но особенно, естественно, и был на этом прощальном ужине, как мы видим из Евангелия, читаем, возлежал прям рядышком, практически на груди у Иисуса лежал. Вот и все. Вот оно все поклонение. Поклонение в любви к Божьему творению. В радости жизни. Разве родители несчастливы? То есть, несчастливы, если счастливы их дети. Или наоборот, да. Могут быть счастливы, если несчастны их дети. Мы радуемся, если дети наши счастливы. Радоваться жизни надо. Ты этим поклоняешься Богу. Быть мирным, быть кротким, быть смиренным. Ты этим поклоняешься Богу. Любовью и проявлением доброты ко всему Его творению. Заботой, попечением о всем на земле. А вот это все внешне, а тут это подразумевается. То, что мы сегодня читали, я говорю, йога и индуизм, буддизм, весь Восток тоже в этом погрешает. Тоже в это все вляпался. Все у них те же самые храмы, эти одежки. Все у них. У них культ такой же. У них вроде там Бог тоже нематериален. Энергия и тот же самый статуэток Будды и этих огроменных скульптур по всему Востоку раскинуты. Раз вы такие духовные, да. Что же вы все поналепили-то это? Кто-то там начнет говорить, да нет, это тоже как ортодоксальные псевдо-христиане. Это образ первообраза. Мы поклоняемся не деревяшке, не скульптуре, а вот там. Ну, типа, ну что же вы, без деревяшки слабо поклониться первообразу без этого образа, что ли? В чем проблема-то? Так что вот так вот. Иисус всей своей жизнью, всем своим учением, кто внимательно читает Евангелие, это надо просто себя просто сидеть и обманывать специально. Читая Евангелие, прям поступать по словам Иисуса. Ты через строчку только видишь, как Он творил какие-то дела, направленные к людям, и этому учил. Ты замучаешься искать там, где Иисус как-то учил любить Бога, через слово это повторял, и какими-то делами, внешними, культовыми проявлял. Это где? Когда читаешь Евангелие, ты видишь только, как Он творил дела любви к людям, и этому учил. Все. Псевдо-христианство, как иудаизм, целиком поглощено культом, обрядами, традициями, чем угодно, кроме истинного христианства, кроме совершенствования в святости. Тут прибавить, убавить, я на эту тему, это беда всех, это беда просто человечества, неважно в какой религии, традиции, мировоззрении, конфессии определенной религии она проявляется. Это просто беда внутреннего человека. От этого надо, конечно же, целиком избавляться. Надо посмотреть, особенно христианам, да и я бы йогам рекомендовал, ну, все это рабство культа, у вас такие же культы зачастые, и люди там такие же есть вообще абсолютно недуховные, как вы думаете, да, раз вы все это лепите и все это передаете, уже у вас там тоже вошло в такие железные традиции, что вы обязаны это все делать, а там так именно и происходит, вот, то есть одного плотского понесло не туда, потом за ним все, и так всегда, вот, так что... Заканчиваю ролик ответами на вопрос Елены, да, как я отношусь к йоге. Вот к такой вот йоге, к ишвара, Бога поклонению, Бога служению, любви к Богу, в себе вот это что-то экзальтирование, опять возделывание, как я люблю Бога, да, это все, все это... Ничего общего с истиной не имеет, ничего этого человеку не дает, не делает его счастливее, никак к Богу не приближает. Бог тебе и ты в Боге, если ты взращиваешь в себе дух, соединяешь его с Духом Божиим, каким образом? Через дела любви ко всему, добрые дела ко всему и творению, через радость жизни, через мир души, через смирение, через кротость, через терпение. Вот таким образом ты пребываешь в Боге и Бог в тебе. А это все... Я, естественно, к такому отношусь отрицательно, вот этому вечному фетишу, культу Бога поклонения, Богу служения, который проявляется во всех внешних делах, ничего общего действительно с Богом не имеет. Богу все это вообще не нужно. Бог никаких культов не создавал, ни в раю, когда творил человека, никогда приходил в первый раз, не собирается создавать, даже из книги «Откровения», мы знаем, во второй раз, ему все это не нужно. Все ваши кадилы эти, да, фимиамы, эти все свечки и в буддизме, и в индуизме, и в югизме, и все эти ваши одежонки, и священники тоже там есть уже, что только там нету. Те, кто ближе к тем, кто подальше, по каким-то рангам, внешним этим отличием, все это не от Бога. Поэтому я против этого Бога поклонения, такого не в духе истине, естественно. И можно ли заниматься этим христианам? Так они этим псевдо-христиане, а их 99,5-х, они только этим и занимаются целыми днями. Все их поклонение внешнее, служение Богу, забыв о настоящих его, а может и не знавших, да. 95% христиан, псевдо-христиан, православных, которые никогда в жизни Евангелие не читали. Если читали, читали его через дырку, ничего там не поняв. Вот и все. Поклоняйся, слушая заповеди своих учителей, которые учат их вообще не тому, чему учил и как жил, не показывая себе образец, как жил Иисус. Вот так вот. Естественно, можно им этим заниматься? Конечно же, нет. Не можно, а не нужны, не должны, а надо заниматься соединением Бога через, я уже еще 10 раз только сегодня сказал, последний раз говорю, через любовь к Божьему творению. Это добрые дела, это забота, это попечение, это защита, да, Божье утворение от негодяев, но правда не мечом, а словом и спиной, и грудью. Это радость жизни, это мир души и принесение мира в мир, в грешное, да, это терпение, это скромность, смирение. Вот через возделание этих добродетелей в себе, своей святой жизнью, совершенствование в этом, ты и пребываешь в Боге, и Бог в тебе. Ты становишься как Бог, не только по названию, не только по образу, а именно уподобляешься Ему. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok